Анастасия. Для этого нам сначала надо определить, что такое шафл алгебра и шафл произведения, потом мы будем рассматривать Mixable Shuffle произведения, потом шафлы в перестановках, потом Mixable Shuffle в векторах и Mixable Shuffle в пенсорах. Итак, в математике шафл алгебра это алгебра с базисами, которые соответствуют словам в некотором множестве, где произведения создаются шафл произведением двух слов x, y и пишется вот в таком виде. И это шафл произведение обозначает суммы всех способных переплетений этих слов. Слова тут берутся как бы множество, а буквы как элементы этого множества. И это переплетение задаётся в шафл перестановках. Шафл произведения обычно рассматриваются только в некоммутативных алгебрах, потому что для шафл произведения должно оставаться... Поотчерёдность не должна меняться для элементов в этом произведении. А вот смотри, важный момент у тебя здесь. У тебя x и x – это разные вещи или одна и та же? Одна и та же. А вот нарисовано как разное. Видишь, ты в одном месте поставила этот доллар, ну, в первом месте, а во втором доллар не поставила. И вообще, как бы, в статье, может быть, действительно разные вещи одним, ну, x обозначаться, но x типа наклонный и x – другой шрифт имеющий. Понимаешь? Да, этого стадии не было, этого я сама добавила, там просто надо было определить, что такое вообще шафл произведения. Там стадия просто начинается из шафла в перестановках, поэтому я хотела добавить, что такое вот именно шафл произведения. Ну, тут одно и то же. Да, да, просто я отметил. Вот интересно, что шафл, он на букву ш русскую имеет в начале, и этот значок тоже на ш похож. Интересно, это связано или нет? Связано. Может, связано, связано, я точно не знаю, но это называется вот это шафл, символ шафл произведения. Там еще, это я скажу. Ну, да, ну, вот это на букву ш похоже. Ну, то есть, похоже ли, изначально было ли похоже на букву ш или нет? Или просто такой значок выбрали, а потом оказалось, что совпало? Ну, это свободная алгебра, свободная группа, по-моему, все понятие ввел русский математик. А шафл произведения тоже определяется на производство, свободная алгебра определяется. Ну, и что это? Кто определяет? Вот ни один из авторов, он не русский. И я даже не могу сказать, кто там. Ну, шафл первый не в этом статье. Хорошо, вот там, где в первой статье определили, там русская математика? Нет, там нет русского. Я вот точно не знаю, кто именно определил это, русский или другой математик. Просто, например, вот есть фуктор у Мирбаева-Шестакова, да, там вот именно буква У русская и Ш русская. Даже иностранцы как бы, ну, используют эти кириллицы. А здесь вот, я не знаю, если бы Шафаревич, например, изобрел шафл продукт, то, окей, можно было бы что-то такое думать. Но увидишь, вопрос открытый. Так что можно поизучать. Кто найдет ответ, кто всем расскажет. Хорошо? Хорошо. Так, дальше идем. Шафл произведения слов длиною M и N определяется суммой всех способных переплетений двух слов. И эта сумма определяется вот такой формулой, похоже на комбинаторику, можно так сказать. И вот пример, если мы берем два слова, оба длиной равно двум, если поставим их на эту формулу, у нас выйдет шесть, и мы рассмотрим тут шесть слагаемых. И есть одно условие, чтобы для каждого из слова очередность этих букв не должна меняться. То есть ни в какой из них B не идет перед A, и также во втором слове Y не идет первым X. Да, у нас всегда A перед B и X всегда перед Y, да? Да, всегда по очереди пишется для каждого из слов. Порядок букв или это слово, порядок, это сохраняется, да? Для каждого слова порядок собственных букв сохраняется. Так меняется, то есть всегда A меньше чем B, всегда X меньше чем Y, типа того. Да. И вот шафл произведения двух слов обозначивается через символ шафл произведения, вот это ша. Извините, можно спросить, извините? Да. Зачем там 10A в пятом степени? Зачем мне один этап? Вот тут мы сказали, что берется два слова. К примеру, вот первое слово длиной 3, второе слово длиной 2. Если поставим эти 3 и 2 в формулу, у нас выйдет 10, то есть 10 способов переплетения. Из-за того, что все они одинаковые, то есть все там анонимы, мы не пишем 10 слагаемых, а просто пишем 10 и 5A. Но это все, это одни комбинации, все равно. Да, всегда 5A получается, каждое слагаемое. Потому что они одинаковые. Ну, лучше вот так. Сначала 3A, потом 2B поставить, тогда 10 слагаемых получается, а потом вместо B поставим, если опять А, получается 10 вот таких вражений, которые везде А. И вот еще один пример. Тут вместо слова уже берется множество. Первое множество – это длиной равно 2, а во втором множестве длина равно 3. И я тут расписала их красными и синими, чтобы отличать. И как в прошлый раз, если будет 2 и 3 у нас, M и N, у нас будет 10 способов переплетения. И вот все вот эти 10 способов. И в каждой из них, для каждого множества не меняется порядок их слов. Не множество, а как бы можно сказать просто слова. И для первого из них, которые все по возрастанию написаны, и А, Б, С тоже по возрастанию везде написаны. И все вот эти 10 способов переплетения нам дают шаппал произведения. Шаппал произведения множество, да? Нет, это просто шаппал произведения двух слов, можно сказать. А в множестве немножко по-другому будет. Это 1-2 берется как бы слова. Слов вот как бы так написаны. И вот шаппал произведения в множестве, сейчас будем рассматривать, пусть нам дано А множество с элементами А. Извините, можно еще спросить, извините. Вот бинарная операция, это функция двух аргументов, и образуется один еще какой-то, такой элемент образуется. Если мы понимаем это как произведение, если двух слов умножим, потом образуются еще какие-то слова. В ответе надо, у нас только один слава, а там получается 10 слов там. То есть непонятно, почему это называется продуктом, да, умножением? Да, да, потому что там 10 ответов для произведения. Ну, это 10 просто, можно сказать, что это одна такая операция с 10 элементами. Это одно большое множество, там внутри 10 элементов. То есть из двух элементов получаем новый элемент, который состоит из других элементов. Да. Один из них это будет, да? Это ответ шафл продакт. Все. 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 Вот это как одна множество рассмотрим, она и понимается как шафл продакт. Да. То есть шафл продакт, это все возможные полученные такие переплетения. То есть это шафл продакт, это функция отображения от двух слов к какой-то множеству, да? Ну, можно и так понять. Понятно теперь. Понятно. Это можно как-то вот сказать, вот, там, буквки, там надо вот новое слово там найти, и вот все комбинации смотрите, но порядок остается. Теперь рассмотрим шафл произведения в двух множествах. Берется А множество с К элементами и Б множество с Л элементами. И тут каждый из этих элементов могут быть разной длины. К примеру, в А один элемент может входить три какие-нибудь буквы, в А два может входить там пять каких-нибудь букв. То есть каждый элемент тоже могут быть словами, да? Да, тут как бы берутся каждый элемент состоит из слов. Понятно. И точно так же в Б множестве каждый элемент состоит из слов, и длина каждой из них могут быть разной. И суммы всех возможных переплетений в этих множествах можем определить вот в такой формуле, где М меняется с Н с первого до К, Н с первого до Л, и ХАМ модуль – это длина АМ-ого элемента. Это сумма как объединения, да? Или вот это ш, что ли? Нет, смотрите, Майфон, здесь число. ХАМ, БН – число. Здесь ХАБ – это означает, что если мы умножим А, И, Б, да? Типа множество, да, потом мы получим еще какое-то множество, число элементов именно ровно ХАБ. Число сложительное, можно сказать. Вот, теперь вопрос. Если длина, например, маленькая, А1, больше, чем К, что будет? Ничего страшного, там не зависит от длины А и К. Да, здесь просто... Просто там же К элементов есть. Эта сумма дается просто для индекса элементов, как бы. Понятно. Маленький пример случайно нет? Да, пример есть. Да, ладно. Сейчас вот берется множество. Первое множество состоит из двух элементов. Первый элемент длиной 1, а второй длиной 2. И во втором множестве тоже два элемента, но первый из них длиной 2, а второй длиной 1. И шафл произведения всех вот этих множеств, двух множеств, определяется, как бы, умножением первого элемента на каждый из них, на первое, и первое на второе. Потом второй элемент из первого множества, первый элемент из второго множества, и также второе на второе. И каждое умножение тоже является, будет шафл продакт, да? Каждое умножение. Да. И все общее количество их дадут нам шафл произведения в множествах. И вот эти вот каждое умножение мы определяем как х, которое задано в предыдущем слайде. Вот модуль А1, это у нас равно 1, длина А1 равно 1, а длина В1 у нас равно 2, то есть 4,5. И также следующая длина А1 у нас 1, длина В2 у нас 1, то есть х1,1. И также х2,2 будет умножен на 2,3 на 4,5, и х2,1 будет умножен на 2,3 на 6. И все вот такие вот способы переплетения у нас выйдет 14. И будем рассматривать каждое из них отдельно. Вот х1,2, то есть 1 умноженное на 4,5, у нас будет вот эта часть, то есть для 4,5. Да, понятно это, да. Да. И точно так же каждый из них... 1,6,1,2, там этот, и последний тоже 3, да. Всего 4 месяцев. И все вот это нам дает шаховое произведение двух множеств. Да. Если вот здесь 6,7,8 побольше было, то там аж 2,3 и аж 1,3 было бы, и побольше число получилось. Да. Ну, то есть что-то дистрибутивность фактически. Это какой-то программный что ли? Это какой-то программный что ли? Это какой-то код есть, да? На Python. Ну, точно на какой программе там было высчитано, я не знаю. Я просто это в интернете искала, какие могут быть шаховое произведение. Потом добавила, что понятнее было. Ну, это саги программа. У тебя же написано саги. Саги, да? Саги, да. Это типа Гольфрама, только более свободная. Теперь будем рассматривать Mixable Shuffle произведение. В этой статье дается свободный баксер алгебры, который обозначивается через Mixable Shuffle. И для этого надо нам понять, что такое Mixable Shuffle, сами Mixable Shuffle. И рассмотрим их в перестановках, потом в векторах, потом рассмотрим в тензорах. И для общей формы берутся Mixable Shuffle в векторах. Точно так же будет и в других случаях. Шаффлы в перестановках для M и N из натуральных чисел обозначается множество M и N шаффлов через вот такое S, M, N, где Sigma у нас перестановка S, M плюс N. Как мы раньше говорили, для каждого из них, для каждого из элементов прообразы пишутся в возрастающем виде. То есть по очередности для каждого из слова. Для M отдельно, и начиная с M плюс 1 до M плюс N отдельно все будут по возрастанию. И также эквивалентно мы можем говорить с помощью образов. Если образ каких-то двух цифр лежат по возрастанию, то есть в таком виде, или же во второй части мы можем сказать, что R меньше, чем S. То есть если их образы стоят в таком порядке. Если рассматривать вот это определение, одно и то же, которое она дала определение, шаффл и с этими примерами. Просто здесь рассматривается элемент, как перестановка. Да. Понятно, да? Фигма 1, это просто 1, куда отображается? Да, вот если вот вернитесь к примеру, да, Перуза? Тут тоже есть пример. Давайте свой пример показать. Свой пример. Дальше будет, да? Да. Ну ладно, если дальше будет, там будем обсудить. Ну вот пример. N, N, Перуза 2 и 2. Сигма – это такая перестановка через S4, где задается вот такое условие для каждого из них. То есть вот это условие. И мы рассмотрели, что таких вот способов перестановок у нас выйдет 6, которые удовлетворят вот это условие. И вот эти 6 условия. Вот, например, 1, 2, 3, 4 была у него. То же самое. 1, 2, 3, 4 должно стоять так, чтобы 1 перед 2, а 3 перед 4. Вот сейчас перестановка. Да, и в каждом из них не меняется порядок. Для каждого… Да, 1, 2 и 3. И в каждом из таких шафлах торжественная перестановка. Такие. Да, торжественная там будет, да, конечно. Да. То есть торжественная… Любой… Содержится любой шафл, да? 1, 2 и так далее. потом M плюс 1 и так далее. M плюс M. Всегда будет так. И давайте теперь рассмотрим только сигму 2 перестановку, где 1 переходит на 1, 2, 3, 3 на 2, 4 на 4. Теперь рассмотрим все как K плюс 1 пары здесь. Это пары рассматриваются из прообразов. То есть из первого ряда. Пара 1 и 2, пара 2 и 3 и 3 и 4. Теперь рассмотрим вот такое условие для всех вот этих пар. То есть образ первого числа будет будет меньше или равно M, в нашем случае 2, и образ K плюс первого элемента будет больше, чем 2. И если вот рассмотрим первое пары 1 и 2, это условие выполняется, то есть 1 меньше, чем 2, 3 больше, чем 3, больше, чем 2. если рассмотрим 2 и 3 пару, то тут не выполняется вот это условие. И если рассмотрим следующие пару 3 и 4, 2 будет равным 2, а 4 больше, чем 2. То есть тут тоже выполняется. И мы рассматриваем, что в каких-нибудь сигма-перестановках есть такие пары, которые удовлетворяют вот такое условие, а некоторые не удовлетворяют. И мы можем дать такое определение для таких пар, где пары, которые определяются K, K плюс 1, называются admissible парами в MN шафлах, если удовлетворяется вот это вот условие, которое мы уже изучили. Запустимый будет, да? Запустимый, да. И множество всех таких admissible пар для какой-то сигмы определяется через tau сигма. То есть здесь фиксируется сигма, что ли? Да. Для каждой определенной сигмы есть определенная tau сигма. Вот еще такой маленький пример. Есть сигма перестановка и маленький. Давайте побольше рассмотрим пример. Давайте побольше пример есть. У нас вот 76 за вас. Все равно оброра это для других надо помедленнее надо идти. Если побольше побольше тоже есть. Побольше тоже есть. Будет еще интересно. Хорошо. Давайте если вот рассмотрим такие шафлы S7 6 у нас выйдет по той же формуле 1716 перестановка. Я взяла одно из них вот такую перестановку и рассматриваю 7 красных и 8 синих. 6 синих. 7 красных и 6 синих. Подождите вот это закрытый пожалуйста пока. Как я понял как я понял я сейчас рисую вот это admissible пара вот раз два три четыре есть admissible пара. Правильно? Да. То есть один два три четыре шесть семь и десять один то есть смотри вот на это вот это есть admissible пара. Я правильно понял, да? Да. Да, да, правильно. Вы так поняли? вам? Да, да, я тоже так понял. Потому что там в середине семь есть у всех пара пара у нас внизу в середине семь есть вот поэтому у нас надо играть этот семь вот это между и 8 там между образом между образом все 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 ну там порядка это не то порядка вот поэтому Не обязательно середина 7. Вот 3, 11 там. Нет, нет, 7 должен лежать. Здесь 7 тоже есть. Потому что у нас поопределенно именно 7 здесь играет роль. А, середина. А в левом стороне 7 тоже можно. Да, да, понятно. Может там в левом 7 можно поставить. Ну, я сейчас открою вот этот условие, которое у нас было. Тут был M. То есть вот это должно быть так. Но есть вот такой еще случай, что и в этом случае есть в середине 7, да? Нет, не в этом случае. В другом. Которым мы можем... Вот обозначили вот эти. Которые вы уже написали? В таких случаях. Мы можем увидеть, что в переходах с красного на синий у нас будет производиться... А, да, всегда будет там 7 между ними. Да. То есть одна из них меньше, чем... Меньше ли было равно, чем 7. Второй больше, чем 7 всегда. Да. И есть еще такой вывод, что если вот первая пара, к примеру, у нас будет admissible парами, мы уже рассматриваем следующие две пары. То есть в середине у нас конкретно уже не будет таких admissible пар. Если к капель с 1 admissible, тогда к капель с 1, к капель с 2 точно не будет admissible. Да, потому что уже синего переходит на какой-то цвет? Либо на красный, либо на синий. Да, правильно. Вот, к примеру, вот 4 и 5 у нас не admissible пары, поэтому мы должны рассматривать 5 и 6. Если это тоже не admissible пары, мы рассматриваем 6 и 7. А если у нас 6 и 7 admissible пары, мы 7 и 8 пары не рассматриваем. Уже можем переходить на следующие пары. Как бы такой маленький вывод. Ну вот, теперь более понятно, когда мы рассматривали 7 и 8, а 7 и 6, sorry. И вот для определенной такой одной сигмы у нас есть tau-сигма множество, в которые входят 4 пары. Из всех вот этих, из всех перестановки. Все эти, admissible пары, да? Может, тау-сигма, для какой-то сигмы, кустой множество. Да, если там нет... Как раз, ты, единственный элемент берете? Нет, там тоже можно брать сигму. Нет, не единственный, наоборот, наоборот, sorry. Все 1, 2, 3 и так далее на правый час, а все вот эти 8, 9 и так далее на левый час поставьте. А-а-а. А-а-а. Так что у нас будет? Например, здесь все синий часто мы напишем первый, и потом красный час, потом не будем. Потом красный будем писать, да. А-а-а. Тогда просто у нас получается. Для каждого сигма перестановки и Т под множество из тау-сигмы мы обозначиваем такие сигма-Т пары миксабл шафлами. Называем миксабл шафлами. Если Т у нас пустое множество, то такое сигма-Т миксабл шафл можно обозначить обычным сигма-шафлом. Теперь обозначим множество всех миксабл шафлов через вот такое С черточка МН. Вот в таком вот виде. Который входит сигма-Т пары, сигма из СМН. И Т это под множество определенной тау-сигмы, которая происходит из этой перестановки. И также мы обозначиваем через маленькую СМН количество МН количество всех миксабл шафлов. таких таких ну да и там еще один там например 7,6 7,6 там мы хотим что-то определить для Миксабель шаффл 16, да? Да, 16 выйдет. Ну, как бы сказать, сколько у нас подмножеств T, столько же и миксабель шаффлов выйдет. Можно и так сказать. То есть всевозможность сигма и T пара, который T является подмножеством вот этого, а сигма является элементом SMN, да? Да. Ну, это как бы в этом случае для вот этой одной сигмы 16 миксабель шаффлов выйдет, да? Ну, в S7 и 6 шаффлах нужно рассмотреть все вот эти 1716 шаффлов. И в каждом из них надо определить admissible пары, потом из каждых надо определить подмножество. Ну, и для какой-то определения экзамен дает, пример дает и нет? Да, я немножко дальше даю. Дальше будет, да? Хорошо. Да. И для таких, для определения миксабель шаффлов нам дается три таких как бы инвариант множества, где S черточка MN определялась миксабель шаффлой. Множество миксабель шаффлов. А здесь вот подмножество, то есть S черточка 1-0, это все такие миксабель шаффлы из S черточка MN, где 1,2 пара не входят в T, подмножество TAL-сигмы, и прообраз первого элемента равно будет одному. И в следующем S черточка 0-1 это будут такие миксабель шаффлы, где 1,2 не входят в T, и прообраз M плюс первого элемента будет равно одному. А в третье подмножество у нас будут входить все миксабель шаффлы, где 1,2 входят в T, в T подмножество. И общее множество всех миксабель шаффлов определяется объединением всех этих подмножеств. И тут будет, вот из этого определения можно сказать, что либо прообраз первого элемента, либо прообраз M плюс первого элемента будет равно одному. То есть оба вот это условия не выполняются в одной сигме. Ну, это оба не выполняются в одной разе, это понятно. А одна из них точно выполняется. Да, одна из них точно выполняется. Да, это особенный, да. Да, вот это особенный момент. Потому что вот если вы смотрите, допустим, какой-нибудь этот, да? 1, 2, 3, 4, и потом дальше вот 5, 6, 7, да? Да, допустим, я типа 4 и 3 взял. Если какую-нибудь перестановку берете, это понятно, что под 1 не будете писать 2 элемента. Но вы должны точно писать либо 1, либо 5. Да. Либо 1, либо 5, вы должны точно писать. Да. Иногда не будет это shuffle. Иногда не может определить, да. Значит, порядка не будет сохраняется. Да, порядка не сохраняется. Поэтому одна из них точно выполняется. А вот это условие, для меня непонятно, зачем это значение? Зачем такое условие дало? Ну, чтобы разделить такие подножества. Да, инвариантные подножества. Потом здесь работает для этого подножество. Зачем не 2, 3, а только 1, 2, вот это интересно. Ну, с одним начнем всегда. А. Потому что натуральные числа начинаются соединения. А, понятно. Понятно. Просто, да? Понятно. Давайте рассмотрим пример, который мы уже рассматривали. Сигма из... Входит в A2 shuffle, да. Их было у нас 6. И для каждого из них определим множество... Адмисвллпайров. И тут у нас выйдет 2 и 3. Тут 1, 2 и 3, 4 пары. Тут 1, 2 будет входить в Адмисвллпайру. 1, 2, да. Да. И тут только 3 и 4 будет входить, потому что с красного на 4 только здесь переход есть. А тут будет входить только 2 и 3. То есть вот эта пара. И вот здесь, как вы тогда сказали, сначала пишем синий, потом красный. У нас будет, да. Да. Пустое множество у нас будет. Угу. Хорошо. И для каждого из них мы определим подмножество Тау-Сигмы. Для каждой Тау-Сигма множество. Их выйдет вот в таком виде. И каждое из них, то есть Та-1-1, Та-2-1, Та-3-1, Та-4-1, Та-5-1, Та-6-1, у нас пустое множество. То есть из каждого из них мы можем взять пустое множество. Сначала. И потом другие подмножества берем. И если мы будем рассматривать все миксабл-шафлы и будем распределять их под множество миксабл-шафлов, у нас выйдет такие случаи. Мы уже определили, что если Та у нас будет пустое множество, мы можем сказать, что этот миксабл-шафл у нас будет обычной Сигма-шафл. Поэтому я в таких случаях просто написала Сигма-1. То есть тут написано было Сигма-1, Та-1-1. Я так вот обозначила. И вот тут были все случаи, где 1-2 пара не входят в Та. И прообраз первого элемента равно... Прообраз 1 равно 1. Такие вот миксабл-шафлы здесь входят в это подмножество. Сюда входят все миксабл-шафлы, которых прообраз m плюс 1 равно 1. И здесь входят все миксабл-шафлы, где 1 и 2 пара входят в Та. И это непонятно. Лучше было объяснить там, где вы определили Сигма и определили вот это все Та Сигма. Там надо было объяснить, наверное. Нет, здесь я передаю. Нет. Вот здесь надо было определить. Допустим, вот... Что берем в качестве Та, что можно взять? Первый, который 1-2 не лежит. Вот это 1 переходит к 1. Вот это определает сначала вот. Что это такое? То есть 1-0. 1-0 у нас было в сет, который 1-2 не входит в Та. Да. И прообраз 1-1 равно 1. Нет, тут 1. А потом С-0-1. 3. 1-2 не входит в Та. 1-1. Да, да. 1-1. Да, да. 1-1. Сигма С-0-1 было точно так же, где М плюс 1, Сигма который? 1-1. То есть для первого вот этого подможества могут входить такие пары, которые лежат, которые можно воспроизвести из вот этих трёх сигм. То есть вот это условия выполняются из вот этих трёх сигмах. Но из этого все пары, которые сигма Т пары, которые входят вот эта пара и эта пара, у нас будет входить в третье подможество С-1-1. Ну, как-то вам трудно писать? Да. Вы стирайте свои записи, я пишу. Да. Значит, что у нас? Вот первое множество, да? Первое множество у нас С-1-0 чертой, да? Да. Это таких сигма Т, которые, что у нас? 1-2. Не входит в Т. Не лежит в Т. Сигма минус 1. Сигма минус 1. Сигма минус 1. 1 равно 1, да? Да. Это значит, в нашем случае, что будет? Мы можем взять в качестве сигма, просто сигма 1, в качестве Т берём что? 2-3. Мы можем взять там 2-3 или пустое множество? Пустое множество. Пустое множество. Сначала пустое множество, вот это, потом сигма 1 и 2-3, да? Да. Это пара. Ещё, какие можно взять? Сигма 2. Сигма 2 с пустое множество, потом… Сигма 2 с 3-4, да? Сигма 2 с 3-4, да? Да. И потом сигма 3 с пустое множество. Пустое множество. И всё. И всё. То есть, первый множество состоит из 5 элементов, да? Да. Вот так? Да. Теперь второй с 0-1, да? Да. 1-2 не лежит. Вот так. Но… М плюс 1. Обратно переходит на единицу. То есть, единица должна попасть в M. Это значит, мы берём сигма 4 и пустое множество. Сигма 4 с 3-4. Потом… Сигма 4 с 3-4. Потом сигма 5. Пустое множество. Пустое множество. И сигма 5. И… 2-3. 2-3. И, наконец, сигма 6. Пустое множество. И сигма 5. 2-3. 2-3. И третий с 11, который 12 лежит в это, да? Да. Что значит 12 лежит в это? Это значит? Сигма 2. Сигма 2. Просто 12 берем. И потом Сигма 2, Сигма 2, вот это 1, 2 и 4. Вот это в качестве С берем и 1, 2 и 3, 4. То есть С у нас состоит из двух элементов. Правильно? Вот это у меня 2. И наконец Сигма 3 с 1, 2. 1, 2. Вот и все? Да. Вот три множества получили, да? Да. Но мне интересно, всегда же надо с пустым множеством всегда верится или нет? Вот это у меня вопрос. Обязательно сделать с пустым множеством? Надо их считать? Ну там было написано, когда с пустым множеством смотрим, просто Сигму там пишем. А, но считается, да? Да. В предыдущих слайдах такое слово было. Понятно, да? Понятно. Удалить можно? Угу. Понятно. Удалить можно? Дальше. И множество всех mixable shuffles определялось объединением всех вот этих подмножеств. И количество всех mixable shuffles в этом множестве у нас получилось 13. То есть это будут такие mixable shuffles. И точно так же мы можем определить тройные shuffles, где берутся M, N и L. То есть разбиваем на три части. Разбиваем на три части. Да. И тут тоже для каждой части очередность сохраняется. Порядка не изменится, да? Да. Порядка сохраняется. Да. По каждой части порядка сохраняется. И также через S черточка M, N, L определяется mixable shuffles. Тройные такие mixable shuffles. И через маленькую S определяется количество таких mixable shuffles в этом множестве. Ну здесь как определяться mixable shuffles? Pair admissible. Admissible. Admissible pair. Admissible pair. Да. Тут дается для admissible pair такие подмножества. Четыре подмножества. для каждого из них, которые даются еще дополнительные условия. Сейчас мы будем рассматривать их тоже на примере одного. Сейчас, сейчас, подождите. Сейчас сначала читаем, да? Давайте. Тут описано, да. T1, 1, 0. Это у нас такие k, k плюс 1 пары, которые определяются вот таким условием, которые мы уже знали в первом случае. И дается еще одно дополнительное условие, чтобы образ k плюс 1 было больше, чем m плюс n или m плюс n должно быть больше, чем образ k плюс 2 элемента. Если вот эти условия выполняются, то у нас будет tau sigma 1, 1, 0. Вот эти k, k плюс 1 пары входят в это множество. Ну, здесь... Значит, тройный shuffle в тройный shuffle определяется admissible пара, да? Да. Только не единственным образом, да? Да. Разным образом. И теперь тройный... Здесь два пары тоже admissible пара и три пары тоже admissible пара, да? Да. Для двух пары, для трех это определяется, да, значит? Да. Для трех тройных случаев задается вот такое вот... Я тут немножко что-то забыла? Да, там, да, да, там m плюс n, да. М плюс n, да. Да, должно быть m плюс n, да. Но для тройной это понятно, то же самое. Да. Типа вот три разные, если там три света сделает она, там подряд идет, допустим, красный, синий, потом желтый, да, допустим. Или зеленый. Или зеленый, да. Вот это последний более-менее понятно. Но остальные не очень сейчас. Вот эти сейчас по одному будем разбирать, с примером. Ну, хорошо. И для таких вот sigma t mixable shuffles определяется степень t вот в таком, в таким образом. Давайте перейдем к примеру. Ну да, давай. У меня вот sigma t mixable из 5, 4 и 3 в таком вот виде. И для каждого из них порядок сохраняется. И теперь рассмотрим tau sigma 1, 1, 0. Тут должно было, чтобы sigma k вот это выполнялось, было меньше, чем m, а k плюс 1 было больше, чем m. Мы уже решили, что такие случаи будут, если с красного переходят на какое-то число. Потому что до m мы написали уже красными. Поэтому вот здесь это и вот эти пары мы можем рассмотреть тут в этом подможестве. И теперь рассмотрим следующее дополнительное условие, где sigma k плюс 1 должно быть больше, чем 9. То есть больше, чем m плюс n. И больше, чем m плюс n у меня написано зеленым светом. То есть больше, чем 9 зеленым светом. И теперь это условие выполняется, если у нас переходит с красного на зеленый. Зеленый, да. Вот это? 4, 5 и 7, 8, да. И 8. Теперь рассмотрим это условие. Тут сказано, что либо это, либо это должно выполняться. Либо это, да. Сигма k плюс 2 должно быть меньше, чем 9. А, у вас нету такого. Для этого у вас 2 синие подряд должно было выбрать. 2 синих или уже красный тоже меньше, чем 9. А, для красных, да. Вот это 10 и 11 тоже выполняется. А, там красный тоже подходит, да. Необязательно 20. Да, 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 красный тоже подходит, да. Хорошо. Здесь должно было быть 10 и 11. Не забыла написать. Выпусту, да? И вроде бы было. Может быть, по ошибке стерла. Извините, вот этот случай я не понимал. Можно ещё? Сигма К плюс 2 – это образ К плюс второго элемента. Если вот в этом случае 10 и 11 мы пары рассмотрим, а у нас К плюс 2 – у нас 12. То есть образ К плюс 2 у нас равно 5, 5 меньше, чем 9. Поэтому 10 и 11 у нас входят в это подмножество. Тогда это тоже так будет, да, вот этот? Ну, это само по себе было здесь. А, там было, да. Поэтому я уже рассмотрела остальные части. А если вот рассмотреть на эту пару 1 и 2, то К плюс 1 у нас 6 – это меньше, чем 9. Поэтому это условие не выполняется. И если рассмотрим следующее условие, К плюс 2, Сигма К плюс 2, то есть образ третьего элемента, равно 10. Это уже больше не 9. Поэтому тут не получается. Понятно. Для этого множества подмножить. И... Это тут остается. Итак, рассмотрим следующее пары, следующее подмножество, где Тау Сигма 1, 0, 1. Тут должно было быть условие, где Сигма К меньше, чем М, то есть в нашем случае 5, а М плюс Н должно быть меньше, чем К плюс 1. То есть тут Сигма К меньше, чем М, тоже можно рассматривать все переходы с красного на другие цвета. Да? Есть отец, да, здесь только? Что? Красного на зеленый надо уже. Да. Эта часть нам дает с красного переход на какой-то цвет, а эта часть дает только переход с красного на зеленый. То есть это и вот она. Не понял. А тогда она пресекается? Да, да, да. Здесь пересекается как раз. Они совпадают свои множества? Да, да, пересекается. Так можно, да? Здесь не вариантные. Ну, в статье там... Разве они не пересекаются, что это множество должно быть? Когда мы подготовили, тоже рассмотрели и смотрели подробно, но все равно пересекаются. По определению. Ну, по определению там было вот такое объединение, где вот так дается. Мы думали, что это объединение, которое не пересекается. Но тут... Пересекаются раны. Ну да. Ну да. Мы рассмотрели несколько там примеров, шафлов рассмотрела. Три раз рассмотрела, в трех они пересекались. Ну ладно. Это понятно, да? Это Тау-Сигма-1-0-1. Да. Да. Теперь перейдем в следующий. Тау-Сигма-0-1-1. Тут такие пары. Здесь теперь рассматривается сигма-к меньше, чем m плюс n. Здесь 9 и k плюс 1 больше, чем 9. И мы можем тут рассмотреть переход даже с синего на какой-то цвет. Потому что раньше у нас было только n. Поэтому мы смотрели только переходы с красного на какой-то цвет. А теперь мы можем рассмотреть даже и синий. Но только дополнительным условием у нас будет вот эти две. Если мы рассмотрим такие переходы... Это m плюс n, что ли? Да. Тут m плюс n написано. В этом случае. А в остальных, которые мы рассматривали до этого, там было m. Поэтому мы рассмотрели только переходы с красного на какие-то цвета. А тут мы можем уже смотреть переходы даже с синего на какой-то цвет. Образ к плюс 1 должен быть желтый, да? Желтый или это что? А зеленый. Зеленый. Да. И вот это вот 10 и 11, тут уже не будет входить вот это условие. Потому что 9 тут... Не зеленый. Не зеленый. Да, не зеленый. Да, не зеленый. Да. И вот следующее условие, где сигма к меньше чем 5, это дается условие, где сигма к у нас красный. То есть 1 и 2 у нас будет... 1 и 2 не будет? А, нет, 1 и 2... 1 и 2 не будет, извините. Я не рассмотрел. 1 и 2 не будет. 4 и 5 будет. 7 и 6... 7 и 8 будет. Да. На зеленый переход. На зеленый переход. А вот это сигма к минус 1 и который меньше 5. Так, если мы рассматриваем такие... 4 и 5 будет. Вот 2 и 3 у нас будет. Нет. Потому что сигма к минус 1 у нас... Мы рассматриваем 1. Ага. А нет. Это должно быть больше чем 5. Угу. Это перепутал. Это тоже не будет. Потому что должно быть больше чем 5. Если бы здесь стояло что-то синее или зеленое перед этим... Перед синим цветом. Вот это должно быть больше чем 5, да? Да. Да. Если вот синий, синий и зеленый переходят, тогда могло бы быть выполняться это условие. Так, я тут перепутала, здесь написала. Этого нет. Нет. Только 4 и 5 есть. 7 и 6 есть. И 10 и 11 нет. Я хотела вот здесь убрать, а там убрала, оказывается. В предыдущем слайде. Немножко перепутала. И вот последнее 1, 1, 1. У нас были такие тройки, где красный, синий и зеленый написано. Это у нас будет только 1, 2, 3. Это будет понятно. Да. Только здесь у нас будет такие. Ну, мне все равно не нравится то, что они не пересекаются. Это во-первых. Они пересекаются. Во-вторых, вот определение... Покажите, пожалуйста, и вернитесь назад. Вот это Тау-4 множество. Может удалить. Вот, если посмотреть 1 и 2, оказывается, 2 всегда является подмножством 1. Да. Ну, зачем так? Зачем определить их? Вообще непонятно. Вот, смотрите. Здесь всегда сигма-к меньше равна m, сигма-к всегда меньше равна m. Да. А капель с 1 больше равно n плюс m. Если капель с 1 больше чем n плюс m, а она всегда больше чем m. Будет больше чем m. Да. И всегда больше чем m плюс 1. Это и есть. Значит, первый всегда включает себя второй. А зачем тогда второе определить? Я не могу понять. На первое еще добавили 2 условия. На второе еще добавили. Ну, ладно. Первое определили. А зачем второе определить? Второе убрать тогда? У меня вот вопрос появляется. Ну, может быть, в каких-то случаях это выполняется, которое m будет внутри вот этого? А вот это условия могут быть не выполняться в тех парах? В каких-то силах. Ну, могут не выполняться. Это ничего страшного. Ну, мы… Мой вопрос в том, что второй зачем… Я на первой никакой претензии не имею. Я имею претензии на второе множество. Зачем нам надо второе множество? Если оно всегда лежит внутри первого. Так второе внутри первого или первое внутри второго? Второе внутри первого. Второе внутри первого. Вот так. Включение. Вот. Я писал. Включение. Так у тебя во втором k до суммы 3 минус 1 идет. то есть если k равно m плюс n плюс l минус 1 минус 2 у тебя во втором может нет никогда к не может быть вот этого потому что если k равно до m плюс 1 минус 1 а вот это да на на единстве меньше да да можно там отличиться да там отличается только в последнем я думал там не строгое равенство поэтому минус 1 не имеет значения думал когда строгое равенство да минус 1 имеет значения а сейчас пример когда выписывала там строгое включения или конкретно да как раз и предпоследний не имеет значения последний предпоследний медицине вот начинал пример показать что отличается 1 1 1 элемент могут отличаться но они пересекают ну ладно если так определили знаешь так что-то есть наверно дальше будет для тройных шахтов тоже есть такие подножество для mixable шахтов которые определяются такими образами и также можно написать что множество всех mixable шахтов определяется объединением всех вот этих подножеств ну тут тоже скажем скажем сказано что они не пересекаются но я это точно не проверяла тут понятно что они не пересекаются как двух мы сделали и не здесь и не имел тоже сами это понятно ну вот этот символ объединение сверху с точки это там не определено кстати это обозначает что объединение не пересекающих множеств раньше такой символ не видели вот это вот у меня такой вопрос как бы потому что вот эти некоторые из них есть одинаковые пары у меня вышли же то есть они могут пересекаться и не и в этих случаях если мы рассмотрим вот эти три могут пересекаться или нет вот это вопрос потому что тресс же берется из тау сигмы у меня вот здесь был вопрос я точно не знаю поэтому они пересекаются или нет так дальше у нас есть пропозиция для м и н из натуральных чисел выполняется 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 дальше у нас что доказательство там вычисления на 2-3 страницы было поэтому я их не добавила сюда не трудно да значит ну можно вычислить ну честно говоря я вот первый второй третий доказательства читали понял четвертый не читал потому что там много там вычислений но три здесь конечно не так уж трудно это понятно было но четвертый там два три три с половиной страницы поэтому я не читал там тоже не сложно да нет нет не сложно там тоже используется но обычно нет формы не так там нет только формы и все ну ладно ну ладно и теперь рассматриваем миксулы шафы в векторах пусть омега у нас счетно-бесконечное множество и омега с волной это множество которое состоит из конечномерных не нулевых подмножеств из омеги то есть из этого и для f из омега с волной m берется какая-нибудь сигма перестановка из см и для и и у нас подмножество тау сигма то есть admissible пары тут они даются через ll плюс 1 определяется и сигма f у нас задается вот в таком виде и сигма у нас перестановка и эта перестановка действует на индексы вот этих элементов сначала там действует на индексы потом мы можем определить следующее вычисление и дается вот такое вот умножение сигма f t она задается через вергуль шапку и если л л плюс 1 у нас входит в т это admissible пары мы берем их объединение если л плюс 1 не входит в т мы пишем их просто с вергулями и пусть у нас из омега с волной m а g у нас омега с волной n обозначим извините можно спросить это это два значения не одинаковые нет вот это непонятно сейчас в примерах немного понятно будет это действует только на индексы то есть меняются только индексы по перестановке а тут уже рассматривается умножение вот это вергуль с шапкой умножения а это умножение да да это как бы новое умножение в векторах и если вот l l плюс 1 пары входят в т то пишется объединение их а если нет пишется просто в вербу и это остается разными сколько пара остается да и пусть f у нас из омега с волной m g у нас омега с волной n то f g пара таких двух векторов обозначат пишется вот таком виде сначала пишется элементы из f потом пишется элементы из g и все они входят в омега с волной m плюс n и обозначивается через одно у к так вот таком виде то есть не пишется f и g разными буквами а пишется только через у это это определяет это только одинаковые это два вот это два а значения одинаковые да нет нет здесь 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 там f sigma это элементы типа элемент вектор например f если виктор мы считаем да это элемент вектор будет а здесь теперь вектор и это множество векторов да а это элемент вектор здесь да если вот здесь типа нет сейчас примеры увидим более понятно будет и вот пример сейчас x1 x2 x3 y1 y2 входит в омегу и мы берем такие f где x1 x2 x3 и g y1 y2 2 множество векторов и будем обозначить их через 1 uk где u1 u2 u3 дается x1 x2 x3 u4 и u5 у нас будет y1 y2 вместо их мы пишем через одну u и берем такую сигма перестановку где m3 и 2 то есть смотрим на вот это элементы векторов и из этой перестановки находим admissible пары у нас это будет пара 1 2 и 3 4 и мы должны были рассмотреть t подмножество сигмы tau сигмы и я тут взяла вот эту саму tau сигму сигма и теперь будем рассматривать сигма fg то есть там была сигма f и это действует на все индексы и мы я также записала что у сигма 1 и сигма 1 сигма 2 сигма 3 рассматриваем теперь через перестановку то есть u сигма 1 поэтому тут будет u1 сигма 2 переходит на 4 поэтому тут будет u4 и и 3 переходит на 2 4 переходит на 5 5 переходит на 3 и вот это у нас будет шахлы сейчас еще дадим определение и это будет входить в омега с волной 5 и теперь мы будем рассматривать вот это умножение которое сигма fg и на t и тут берется уже умножение на вот этих вот но рассматриваем l l плюс 1 из пары то есть это первая и вторая первая и вторая у нас входит в t поэтому мы берем объединение и точно так же как мы уже сделали вывод если одна пара у нас admissible пара то следующий мы не рассматриваем то есть уже между u4 и u2 у нас будет вербуль пишем вербуль там нет admissible пара да запятой запятой потом u2 u5 у нас пара 3 и 4 это у нас входит в t в поэтому мы пишем объединение и следующие мы пишем запятую и у нас вот вышло таких в такое умножение да переходим на векторы у нас будет x1 y1 отдельно x2 y2 и x3 и это умножение у нас входит в омега с волной 3 и теперь дадим определение для сигма из смн и f из омега с волной и g из омега с волной n это выражение называется шафлом f и g вектор вот это выражение которое мы уже рассматривали то есть мы действуем на индексы и все и множество всех таких шафлов f и g определяет обозначается вот таком виде через s f и g и для сигмы из шафлов и t из подможества tau sigma вот этот элемент sigma f g t с умножением называется mixable shuffle f и g это произведение не множество вот этот не множество получается это как бы 1 1 элемент там у нас f вектор g вектор да потом умножение еще мы получим какой-то вектор а там вектор да а а следующем странице это не было множество вот этот пример это это множество а тут вот здесь это тоже только один а один шафл то есть один вектор это как один вектор да да а если мы вот будем рассматривать все сигмы из возможно 3 и 3 и 2 и рассмотрим все такие векторы это будет множество шафл тут только один шафл есть а там три вектор да получается вот да один вектор если это один вектор каждый элемент это какое-то множество а координаты из множества да да координаты у нас под множество это сигма множество это это x и и и это x и x 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 И множество таких Mixable Shuffles обозначается через такую форму, через S, черточка FG. То есть, все возможные Mixable Shuffles. И тут еще дается, если нам дано какой-нибудь х-вектор из амега с волной L, то мы можем определить вот такое выражение. Мы уже, к примеру, определили Mixable Shuffle F и G векторов. Это у нас будет какое-то множество, к примеру, скажем, что это множество от K. Множество всех Mixable Shuffles F и G. Теперь мы можем рассмотреть Mixable Shuffle K и H. Не K, а это будет U. Можно вот так записать. То есть U здесь, кажется, есть. Нет, K правильно, U элементы K будет. Нет, U правильно. Ну, как бы определить через U можно, кажется, тут вот здесь уже U определить. И дальше идем. Еще один пример есть, где X1, X2, Y и Z входят в амегу. И вместо F берется X1, X2, один элемент, только длина равна 2. То есть можно сказать, что F равно X, какой-нибудь элемент. Множество состоит из двух элементов, да? Да, это типа такой вектор. Да, множество состоит из двух векторов, которые длина 1. Да, Y и Z. Ну, там два вектора, поэтому он будет входить в амега с волной 2. А F у нас один вектор, поэтому он будет входить в амега с волной 1. Также, если мы через U обозначиваем их, это будет U1, F. U2 у нас будет G1, то есть Y, U2 у нас будет Z. И берем сигму. 1 и 2. Возможные перестановки тут будет 3. И в каждой из них находим Тау сигму, то есть admissible пары. Тут будет 1 и 2, тут будет 2 и 3 пары, а тут будет пустое множество. Потом определим шафлы в этих FG векторах. Почему у вас сигма рассматривается в S3, не S4? Потому что у нас F одноместный вектор, G двуместный вектор. 1, 2. Просто тут это элементы вектора. Одноместный. Сигма 1 и Амега 1 и Амега 2. Тогда у всех классов надо только одинаковую размерность вектор, да? Вот этот уже только один. Нет, это пример для того, чтобы размерности могут быть разными. Не всегда они одинаковые, а могут быть разными. Для этого я записала этот пример. Сейчас, этот F состоит из 2 элемента, это понятно. Нет, F состоит из одного вектора, а сам вектор состоит из 2 элементов. А G, так бы, множество векторов состоит из 2 векторов. Каждый из них состоит из одного элемента. F однокоординатный вектор, G два координатный вектор. У нас F, одна координат, именно эти координаты, множество X1, X2. А G, первые координаты, множество Y, а вторые координаты, множество Z. Тогда у мы получим трехкоординатный вектор. И тут берется Sigma 1, 2. Это Sigma 1, Sigma 2, Sigma 3, произвольное, да? Нет, который входит в этот шелфер. Это элементы Sigma S12. Yes, 1, 2. 1, 2. Шелфер, 1, 2. А, все шелферы, да? Да, да, да. Только в векторах это не называется шелфер, просто перестановкой, а вот это называется шелфером, который уже Sigma действует на вектор. И по этой перестановке мы определяем шелферы по индексам. По-первых, Sigma 1, FG у нас будет U1, U2 и U3 по торжественной перестановке. И Sigma 2, FG у нас будет U2, U1, U3 по вот этому. И также третий будет 2, 3 и 1. U2, U3, U1 по вот этому. Мы определили шаффлы для этих векторов, FG векторов, и множество всех шаффлов, это будет множество, которое состоит из вот этих шаффлов, трех шаффлов. И теперь мы определим mixable шаффлы в векторах. То есть в FG мы перешли на U, и Sigma U, T у нас будет вот такое вот умножение, которое мы рассматривали. Если будет admissible пара, мы брали объединение. Если не admissible пара, тогда мы брали только через запятую. Вот я тут записала наши шаффлы. И в каждом из них мы берем такие T, в первом которой T1,1 будет пустое множество, а во втором будет 1,2. Во втором 1,2 у нас пустое множество, 2,2 у нас 2,3, пара 2,3. В третьем у нас было пустое множество. И определим для каждого из них mixable шаффлы, то есть Sigma-1 для T1,1. Это у нас будет... T1,1 у нас пустое множество, поэтому пишется через запятую все. И если перейдем на векторы, это будет F, G1 и G2, пишется вот в таком виде. И следующий Sigma-1 на U, T1,2 будет в таком виде. 1,2 у нас admissible пары, поэтому U1 объединение U2, пишем. И F объединение на G1, это будет у нас X1, X2, Y1. Вектор как бы. И Z отдельно. Во втором случае это тоже пустое множество, поэтому переостановка действует, и они пишутся через запятую, потому что тут пустое множество. В следующей части 2 и 3 admissible пары, поэтому там объединяются. И пишется в таком виде. И в третьем Sigma-3 у нас T пустое множество, и пишется вот в таком виде. И тут Sigma-1, там 3 элемента, поэтому они входят в Sigma-Omega с волной 3, тут входит в Omega с волной 2, это Omega с волной 3, это Omega с волной 2, и это опять Omega с волной 3. У нас выйдет из вот этого умножения. Вот 5 mixable shuffles у нас вышло, и множество всех mixable shuffles, с черточкой FG, будет у нас в таком виде. И так же тут тоже можно определить для трёх векторов. Shuffles и mixable shuffles. И тут тоже так же берётся такое же умножение. И вот это умножение, если все вот эти тройки входят в T, K, K плюс 1, K плюс 2, берётся объединение всех трёх. Если K, K плюс 1, K плюс 2 не входят в T, а только входят в K, K плюс 1, тогда берётся объединение Sigma-K, Sigma-K плюс 1, а трёх пишутся через запятую. А если K плюс 1 и K плюс 2 входят в T, первое пишется отдельно, а второе две объединяются. Если в других случаях пишутся через запятую все. И точно так же множество всех mixable shuffles определяется в таком виде. И тут тоже даётся proposition для X, Y и Z разных подмножий из омеги. Будут выполняться вот эти равенства. То есть количество всех вот этих mixable shuffles определяется через маленькую S. И тут есть коммутативность и ассоциативность. Это тоже вычисления были большие, поэтому я это тоже... А, этот маленький SMN для перестановки был, да? Но для векторов тоже количество равное будет, да? Ну, здесь на самом деле первое и второе это понятно, но третье интересное. Потому что первое он определил это множество mixable shuffles, X, Y, да? Типа два вектор. И потом из них получили ещё множество Z. А здесь прямо определили, да? Как это сюда. То есть для элемента три. Три shuffles, да? Три shuffles. А здесь два shuffles. Здесь три shuffles. МНЛ. Здесь два shuffles. И они связываются друг с другом. Теперь мы будем рассматривать такие mixable shuffles. Извините. В тензорах. Пусть у нас лянда, фиксированный элемент из S. И для какого-нибудь МНС модуля мы можем определить тензор произведения МТЕНЗОРН. Если иное не сказано. Берём вот такое тензорное произведение, если вот так написано. Пусть А у нас с алгебра и Н из ходит натуральные числа определим А тензор Н в таком виде, где А тензор умножается Н раз. И нулевое тензор. Обознать, что нулевое тензор равно С. Пусть А у нас с алгебра и МНЛ из Н определим Х, ИГРИК и З из Х из А тензор Н ИГРИК из А тензор Н А З из А тензор Л для Сигма из СМ перестановки. Боже, С, вот что? Это поле или Да, да, типа поле. Поле, по-моему. Это поле, да? Типа поле или не поле. Нет, нет, там написано это колцо. Колцо написано. Колцо, колцо. Не С. Все у нас колцо. Да. И потом, здесь это Х Сигма-1 это какой-то элемент из Х1 и так далее Х7, да? То есть здесь большой Х здесь маленький Х Я подумала, что это каждый из них отдельно так было написано в статье Я поняла, что это Х Сигма-1 это маленький Сигма-1 заказ? Да. Да, какой-то элемент из маленького, да? Да. Ну, это же Х1 может быть разной длины, поэтому может быть так написано. маленький Х1 должен быть быть Х2, да? Что ты скажешь? Кстати, маленький был? Да, маленький, да. Там Х1, Х2, Х2, там перестановка вот этих элементов Х1, Х2, 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 И вот тензорное произведение двух элементов Х и Y пишется в таком виде сначала тензоры из Х, потом тензоры из Y, и все они входят Атензор М плюс 1 и для какой-то сигмы из S M плюс N перестановки мы определяем вот в таком виде шафлы и тут тоже мы перешли на У, К, чтобы из двух элементов перешли на один У. И точно так же мы можем определить для трех элементов шафлы для трех элементов в таком вот виде И тебе дадим Когда УК определяешь там К плюс М Нет К минус М Минус М и для верны верны предыдущий слайд это последний Z или не Z Z для УК называется шаффлом x и y в тензорах. И пусть t у нас под множество tau-сигма, то элемент, который определяется через тензор шапка умножения, называется mixable shuffle. Тут тоже, если kk плюс 1 входит в t, мы пишем их слитно. Если не входит, то пишем через тензор. В этих случаях, если kk плюс 1 у нас входит в t, там будет умножение, которое дано в самой алгебре. Вместе с объединением это, вместе с запятой это, да? И из универсального свойства тензорного умножения, тензорного произведения A, тензор k, можно определить, можно сказать, что mixable shuffle в тензорах не зависит от выбора таких элементов из тензоров x и y. и теперь фиксируем лямбда из s и c. И для x и y тензоров дадим новое умножение через ромбик плюс, которое определяется вот в таком виде, где sigma, k, tensor y и t у нас mixable shuffle, а лямбда это у нас фиксированное число, а t у нас вот это подможество tau sigma, да. И все такие суммы входят в прямую сумму от tensor k. И это ромбик плюс операцию можем расширить до отображения вот этого. И пусть ша s плюс а у нас будет вот в таком вот петле, это будет как бы прямая сумма от tensor k, которую мы уже задавали, которую мы взяли с помощью вот этого ромбик плюс операции. пусть оно будет равно этому. И эта бинарная операция нам будет давать вот это и согласовывается, что это будет у нас мультипликарным скаляром. И вот эта бинарная операция называется mixable shuffle произведением с весом лямбда. И потом дается теорема mixable shuffle произведения ромбик плюс. это определяет ассоциативно-коммутативно-бинарной операции над ша с плюс а и формирует, формируется в S-алгебру, где один S это A tensor 0, равно A tensor 0. То есть это множество, которое это shuffle-алгебра относительно это shuffle-правда является ассоциативно-коммутативной алгеброй, да, с единицей? Да. Да. И вот ша с плюс а называется mixable shuffle алгеброй с весом лямбда на а. И в каких-то специальных кейсах, где лямбда равна 0, ша с плюс а определяется как ша. А если вес 0 будет, тогда умножение не тривиально будет? Разве тривиально или нет? А как это умножение? Умножение можно? Вот лямбда 0 будет тогда? Все это 0, тривиально-альгебра будет или нет? Если лямбда 0 будет. Да. Там не очень понятно. Нет, если у тебя т пустое, может, тогда 0 в нулевой степени, вероятно, единица. 0 в степени 0 это неопределение или единица? Просто поставим единица. А, просто поставим, да? Единица, да. Так статья 19 это что? Через статья 19. Я тут забыла записать. Это Швейдлер. Книга. Хофф Альберс. А, Хофф Альберс. Швейдлер, наверное, обозначен через английский еще. Кто-то там, в общем случае, обозначен через кризис еще. Да нет, как там пишется-то автор-то, он Свейдлер вроде, а не Швейдлер. Швейдлер, а, Свейдлер через С. Да, и обычно сам их через себя не называют, это сосед называет через кого-то. Так что Швейдлер другое. Ну, в общем, суть в чем? Вот это векторное пространство, которое они рассматривают, которая сумма А в тензованных степенях, это известная штука, да? Ну, она постоянно возникает. Просто тут это векторное пространство, которая через Ш плюс С от А, уже сразу страшно становится. То есть, основной момент в том, что на этом векторном пространстве определяет вот этот ромбик плюс умножение, определяет структуру алгебры. Она становится ассоциативно-коммутативной из единицы, да? В этом суть теория бы. Да. А почему ромбик плюс? Ну, точнее, плюс он, там дальше ромбик существует еще без плюса или как? Ромбик тоже есть, да. Да, ромбик тоже есть. Это уже в бакстеровых алгебрах в следующей части будет, в свободных бакстеров алгебрах, есть часть ромбик, а ромбик плюс определяется уже в таком вот виде. А после этого коммутативный смысл плюс уничтожается, да? Вот поэтому плюс стереться. То есть, когда коммутативный стереться, ты хочешь сказать, да? Да, да. Вот, может, так я передумал. Так, а зачем они вообще определяли вот это умножение ромбик плюс? Это надо посмотреть теперь бакстер алгебра. Да, для бакстеровых алгебрных вычислений в некоторых частях используется вот это ромбик плюс умножение. Ну, а кратко напомню, что такое бакстер алгебра, чтобы люди готовились. Только бакстер алгебра, да? Тогда в следующий час, в первой странице там определенный есть. Следующий слайд. Или прямо... Открыть этот слайд. Да, или открыть, или прямо статья. Сейчас. Сейчас. Вам видно или нет? Видно. Видно, видно. Видно, да, бакстер оператор? Да, да, да. Вот это. Это бакстер оператор, да? Да. А бакстер алгебры, которые снащены с таким оператором. Ну, понятно. То есть, просто произвольная алгебра, но на ней есть вот этот оператор. И это будет бакстер алгеброй? Да. Это пара называется бакстер алгеброй, да. Следующая определенная, наверное, да? Да, сейчас. Вот. Да, вот. Это алгебра, P из... P, это оператор. Это бакстер, бакстер, это одно и то же, я не думаю. Ну, ты как профессионал в этом вопросе мог бы не спрашивать, а определение посмотреть. Вот ответь нам. Включи ему определение бакстера. Сейчас он изучит и скажет одно и то же или нет. Назад двинец или назад? Верно, четвертый слайд. Четвертый. Да, да, вот это вот. Третий, да? Третий, да. Ну, одно и то же получается. Ну, вот, видишь. Ну, кто-то называет бакстер, кто-то ротобакстер. Ну, точнее, раньше называлось бакстером, потом решили, что назвать ротобакстером. Ну, в общем, бакстер самый главный момент, надо понять это следующее, что вот это действительно именно пара алгебры и операторов. То есть, ты можешь взять векторное пространство с умножением, но два разных оператора взять. Это будет две разных алгебры. Потому что тут, как бы, алгебра с дополнительной структурой считается. Вот, например, когда говоришь алгебролебница, да, ну, там есть алгебролебница, векторное пространство и умножение. И все, как бы, все прекрасно. Другая алгебролебница, это уже умножение другое, да, не изоморфное. А здесь умножение может быть изоморфное, а вот операторы разные. И это будут считаться разными алгебрами. Да. Разными ротобакстерами. Алгебра – это не бакстер-алгебра, да? Ну, как, алгебра ротобакстера, это значит, вот эта пара. Есть алгебра в привычном ташкентском понимании, и на этом векторном пространстве еще действует некий оператор. 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 Бакстера или ротобакстера. То есть, в ташкентском понимании две алгебры разные, когда векторное пространство разные, да, или векторное пространство одно и то же, но умножение разное, вот. Умножение разное, не изоморфное. Да. А здесь алгебры разные, когда? Когда векторное пространство разное. Окей. Когда операторы разные. Это другой случай, да, разности, да. И третий случай, когда векторное пространство одно, а умножение не изоморфное, разное. Да. То есть, короче, таких алгебр больше, чем тех, к которым все привыкли. Да, понятно. Просто смотри. А, ну, в общем, да, все прекрасно. Все что поняли в начале, в конце все утонули, как обычно. Значит, у меня предложение по поводу формата на последующие, так сказать, дни.